Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев, певец Волги и Степана Разина, Дмитрий Садовников, поэт, прославивший Россию. Так назвала свою новую программу лектор-музыковед Ленинского мемориала Лилиана Черновалова. Гений Места. Симбирск. Ульяновск. И песня та, путиной долгой, И величава и стройна, Несется вместе с синей Волгой, Кидая в душу семена. Кто песню вольную заслышит, Кто от души ее споет, Любое сердце расколышет, Любые цепи разобьет. Было то в оказачьей станице Зимовейное, Близ Дону Широкого, Немного-немало триста лет тому, Году от Рождества Христова 1630-го. Поселился на вольной земле Тимофей, Разудалый молодец. Прибыл он сюда из Воронежу, То ли от голода нужды, то ли от неволи бежал. Смел был да отважен, Зато уважать его в станице стали, И сделался он домовитым казаком. Как-то раз из похода Бранного Привез он жену себе, Раскрасавицу Турчанку, Что в полон взял на земле Басурманской. И родились у них три сына, Иван, Степан и Фрол. Все красавцы расписные, Молодцы удалые, Только шашку в руки дай Да на коня резвого посади, Пойдут волей вольную потешатеса. Средний сын Степан Особливо ретив был. Лицом-то в мать пошел, А нравом горячим да непокорным В отца батюшку. Не терпел он над собою начальство, Двадцатиосьми лет от роду Выборным атаманом казачьего войска стал. Ходил это войско на Крым да на Персию, Басурманским богатством поживиться, Да людей русских из полона вызволить. Боялся Степана турок-супостат, А царь Алексей Михайлович войско его славное Зато милостью жаловал. Загордился Степан. Слава его ратная далеко, А крест разнеслась. Да судьба лихая испытать его решила. Было то году от Рождества Христова 1665-го. Бились казаки донские вместе с войском царя с поляками да под Киевом. Осень наступила. Донимали казаков голод, холод да распутится. А царским воеводам не до того было. Добычу делили, да меж собой бронилися. А коли так, попросили казаки воеводу царского, Князя Юрия Долгорукова, отпустить их до весны по домам. Ведь казак человек вольный, не обязан царю подчиняться, Может уйти, коль захочет. Отказал воевода. Тогда казаки самовольно на дон вернулись, А за водилами-то братья были, Иван да Степан. Стрельцы царские всполошились, Догнали смутьянов и наказали за непослушание. Повесили Ивана на глазах у брата Степана. Возгневался Степан гневом лютым, отчаянным. Возненавидел страшной ненавистью людей царских, князей да бояр. И решил отомстить местью великой за брата неповинного. Дум задумал грозную. А меж тем по всея Руси Великий народный бунт подымался. Не по нраву пришелся крестьянам указ, Что царь Алексей Михайлович давечесо изволил издать Крепостное право на Руси закрепивший. Не желал народ в рабство к боярам идти, В бега пускалась голь перекатная, На вольные земли устремляючись, Гневные казачьи полки пополняючи. И возглавил Степан войско великое. Две тысячи галутвенных казаков под его началом собрались. Пойти войной на Москву, На самого царя-батюшку. На Москву пойти хорошо, Да только голод-холод казаков донимает. Надо бы поживиться, В Персию наведаться, Пощипать купцов басурманских. Остерегают Степана. У царя с персидским шахом мир, Не ходи, с царем не поладишь. Да не слушает Степан, Струги быстрые в плаванье готовит, К Волге реке направляется. Долго ли, коротко плыли они до персидских берегов, Два года миновало. Наконец, добрались о полке Атаманово До Свиного острова, Что на Каспии, близ Баку, На подступах к Персии. Шел год 1669. Прознал шах персидский про казаков, Допустил супротив них 50 кораблей Под началом флотоводца Мамет-хана. Увидали казаки, что грозен супостат, Так и бросились к стругам своим По добру, по здорову спасаться. И поверил им Мамет-хан. Приказал он свои корабли цепями сцепить, Чтоб сетью такую поймать беглецов. Да не тут-то было. Обманул персов хитрый Степан. Тут, как тут, обстреляли казаки Главный персидский корабль, И пошел он ко дну, Всю цепь кораблей за собой увлекаючи. Напугались персы. Гибель их ждала неминучая. А Степан Тимофеевич победой утешился. Вез он домой на дон добычу богатую, Злато-серебро, ковры, шелка да парчу И возлюбленную полонянку прекрасную, Дочь побежденного Мамет-хана. Из-за острова настрежень На простор речной волны Выплывают расписные Острогрудые, острогрудые челны На переднем стене каразин Обнявшись сидеть княжной Свадьбу новую справляет Само веселый хмельной Позади их слышен ропот Нас на бабу променял Только ночь с ней провожался Сам на утро повыстал Этот ропот и насмешный Слышит грозный атаман И он мощною рукою Обнял Персия Эту русскую народную песню Знают во всем мире. Широкую известность Подарил ей Федор Шаляпин. Она перелетает границу, Обживаясь в Германии и во Франции, И вот уже эпично, В сопровождении мощного хора Исполняет ее Шарль Азнавур. А в Исландии ее и вовсе За свою почитают, Распевая по деревням На родном языке. Свидетель легендарной истории Атаманной княжны Голландский путешественник Ян Стрейс. Это он, посетив Низовье Волги В 1669 году, Впервые описал ее В своей книге «Три путешествия», И она улетела в народ. Александр Сергеевич Пушкин Назвал Донского атамана Единственным поэтическим лицом В русской истории И посвятил ему Песни о Степане Разине. Впервые опубликованные В 1881 году Они вдохновили другого Русского поэта На создание цикла Разинских песен. Им стал наш земляк Поэт, фольклорист, переводчик, Историк литературы Дмитрий Николаевич Садовников. Невысокого роста С тонким бледным лицом В обрамлении золотистых кудрей Приветливый И чрезвычайно деликатный Он располагал к себе С первого взгляда Особенно восхищали Его большие, добрые, Искрящиеся веселостью И живым умом глаза Таким запомнили Его современники Родился поэт в Симбирске В небогатой дворянской семье Которая славилась Редкой по тем временам Образованностью Его отец Николай Александрович Знал несколько языков И читал в подлиннике Лучшие европейские книги В 1840 году Он окончил Санкт-Петербургский Педагогический институт И был назначен Надзирателем Симбирской мужской гимназии А затем принял активное участие В создании Карамзинской общественной библиотеки Жену себе взял Из симбирских дворян Танечка Полянская Скромна, умна Прекрасно знает литературу И пишет стихи 1847 7 мая в семье Садовниковых Появляется на свет Сын Митя Счастливые родители Пестуют и лелеют первенца Предвосхищая его Необыкновенные таланты Но счастье Оказалось недолгим Судьба наносит Будущему поэту Первый удар Едва ему исполняется три года Умирает мать Воспитанием сына Отныне занимается отец Пяти лет Митя уже бегло читает В девять лет Пишет объемистый труд Под названием «Жаркие страны» А в тринадцать Становится автором Не менее солидной рукописи «Космос для детей» Одновременно изучает Иностранные языки И готовится к поступлению В университет 1860-й Новый удар судьбы Внезапно умирает отец Родная тетка Юлия Ивановна Полянская Отдает Митю В четвертый класс Симбирской гимназии Учится он успешно Пишет стихи Их печатает Столичная газета «Северная пчела» А вскоре гимназист Заявляет о себе Как о поэте-переводчике Завершает перевод с английского Большой поэм Лунгфеллоу Песнь о Гайавате Окончить гимназический курс И поступить в университет Помешал директор гимназии Вишневский Тот самый Которого Дмитрий Минаев В поэме «Губернская фотография» Назовет бюрократическим Прохвостом Из седьмого класса гимназии Митя отправляется в Москву Чтобы самостоятельно Освоить университетский курс И сделать первые Серьезные шаги На поприще поэзии 1868-й Блистательный Поэтический дебют Дмитрия Садовникова В Петербургской Иллюстрированной газете Множество переводов Из Байрона Лунгфеллоу Гейне Терье Их высоко ценят критики Отмечая главное достоинство Исключительная верность Букве И духу подлинника Зарабатывая на жизнь уроками Дмитрий знакомится С богатым купцом Ломакиным И вместе с его семьей В качестве переводчика И учителя английского языка Отправляется в путешествие Константинополь Одесса и Крым Очаровали Море потрясло красотой Все это время Дмитрий работает Над переводами Иностранных поэтов А вернувшись в Москву В полную силу заявляет О своем ярком таланте С французского Из Андре Терье Под карнизами окон Вблизи черепиц Мы впервые открыли глаза Там носились мы Вольную стаею птиц Возле стен Где взбегает лоза Задрожала трава Тугроз сентября Собрались мы дружно В отлет К той земле Где кругом голубеют моря И где солнце горячее жжет Мы сидели на розовом Сфинксе песков Что глядит в беспросветную даль Но оставленных жаль Было нам городов И оставленных гнезд Было жаль Колокольня знакомая Снилась опять Рядом лип Благовонная сень Старый мост Под который привыкли летать Где такая отрадная тень Мы скучали в пустыне О крае родном О желанной и юной весне О душистых садах И гнезде под окном На далекой родной стороне Соловьи мой Соловьи Голосы Соловьи 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 Голосы Соловьи Соловьи Ой, Соловьи Голосы Соловьи Они стоят, дыша знакомым мне и радостным приветом. На скользкую траву, откидывая тень, Они сбегают вниз весенней жажды полной, Туда, где сторож их, извилистый плетень, Не в силах задержать вступающие волны. Этот сад, и эта усадьба, и этот весенний разлив чувств Теперь безраздельно с ним, Завтра он сделает Вареньке предложение. Эта младшая сестра одноклассника по гимназии Дмитрия Лазарева, Не так давно, по его просьбе садовников, Вернувшись из Москвы в родные края И поселившись в усадьбе его отца в деревне Новиковка под Самарой, Служит здесь домашним учителем, Обучает Вареньку Лазареву иностранным языкам. Она юна, очаровательна и умна не по годам, Оба влюблены и лелеют пылкие надежды на семейное счастье. Любовь окрыляет молодого поэта. В 1871 году после женитьбы Наступает самый плодотворный период его творческой жизни. Время, когда он осуществляет давнюю мечту, Начинает собирать и записывать поэтический фольклор по Волжье. С этой целью много путешествует по берегам Волги, часто пешком. Так родились загадки русского народа. Уникальный сборник, в котором отразилась вся ширь и мудрость мировоззрения крестьян. Жигулевские горы поведали поэту легенды о Степане Разине. Их он положит в основу цикла разинских песен. А в Новиковке Дмитрий Николаевич познакомился с Абрамом Кузьмичем Новопольцевым, Народным сказочником из села Ясашное-Помрязкино. Сказки он рассказывал увлекательно, в лицах, со стихами и прибаутками. Ни одна крестьянская свадьба не обходилась без его участия. Его 72 рассказа составят основу сборника «Сказки и предания Самарского края». Вместе с ними туда войдут и истории, рассказанные поэту другими корреспондентами. Вот одна из них из уст симбирской мещанки Екатерины Григорьевны Извозчиковой. Марина Русалка Аб те поры, как по царскому приказу зачинался Синбирск город, Было под горою Спаса озеро, чистое да гладкое, как зеркало венецейское. Жил на берегу того озера Иван Курчавый с отцом да матерью. Церковь Спаса старинная была и вся расписана по стенам житиями. На одном образе царица-красавица, румяная да полная, и едет на лебедях, Одной рукой правит, в другой ключи держит. Иван Курчавый часто говаривал в хороводе «Мне невесту нужно эдаку, как писана царица в лебедях». А он был красавец, писанный глазок, голова вся курчава, Волосы, как кольца золотые, велис. Белый, румяный, кровь с молоком, одно слово молодец. А уж гармонист был какой, заслушаешься. Плесовую заиграет, не удержишься. Бывало, девушки да молодые вдовушки соберутся весной в хоровод, В белых кисейных рукавах да в сарафанах, как мага в цвет, Люба посмотреть. Недалеко от Курчавого жила молодая вдова Марина. Год, почитай, она жила с мужем и, поговаривали, извела его. Суровая была, красивая, сдобная, чернобровая, черноглазая, Лица, что твой фарфор, а румянец во всю щеку так и играл. И взгляд был пронзительный. Она в хоровод не ходила, а редко в праздник после обеда выйдет за ворота, Пройдет по улице, да издали на хоровод и полюбуется. Улица ты, улица широкая моя, Травушка, муравушка зелененькая, Значишь мне по улице не поживати, Травушка, муравушку не каптывати, Ох да, ох, не хаживати, Ох да, ох, не каптывати, Ох да, 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 не хаживати, Травушку, муравушку не каптывати. Мальчик ты, да, мальчик твой молоденький, Ох, разудала я головушка твоя, Сделай милость, не садись ты возле меня, Глядит Марина на Ивана, и ежели заметит, что которая девка ему приглянется, так вся и покраснеет, а уж глазами так на него взмахнет, насквозь пронзит. Диковинное дело, какие глаза бывают. Крепко любит она Ивана, а он все мимо ходит, все по сторонам глядит, и стала Марина колдовать, на свечку наговаривать. Да свечка-то у Спаса за престольной Божьей Матери и поставила. Поди ты, что это Марина с Иваном Курчавым наделала? Беды! Напугалися отец да мать, срочно женить его надумали, а вось молодец остепенится. Да не тут-то было. Не живется ему с молодой женой, хоть и красавица о сердцу не мила. Все Марину по ночам кличет, а Марина и след простыл. Поговаривали бабы Синбирские, что в день свадьбы Ивановой бросилась она с горя в озеро и русалкою сделалась. Бывало, вечером выйдет из воды, сядет на берегу, да все моет голову, да косы длинные чешет, а сама глядит в избу, где Иван живет с молодою женой. Ах ты, Ванюшка, ты мой батюшка, ты меня разлюбил, ты меня погубил, ненаглядный ты мой, дорогой ты мой. Затасковал Иван и повадился в полночь один-одинешенек ходить к озеру да играть разные песенки. Как затянет заунывную песню, она по всему Синбирску так и разольется. Одна баба уверяла, что сама видала однажды, как заиграл Иван на гармошке, а Марина выплыла из воды и села на край лодки. Он где играет, а она его обнимает и в воду манит. Ходил-ходил Иван в полночь на озеро, да так и след его простыл. Ни его, ни гармони не нашли, только весла да лодка у берега. Не иначе, как Маришка сманила его к себе в озеро, решили бабы Синбирские и прозвали озеро именем Марины. Осталась молода жена, стала по мужу плакать да тосковать, и раз он ночью к ней приходил и сказал. Не тужи обо мне, женушка, мне с Мариной жить на дне озера весело. Меня полюбил водяной волнок, угощат меня разными яствами да питьями, и живет он во дворце изумрудном, и все просит ему на гармошке играть. Заиграю, он распляшется со всеми женами-русалками, а как перестану, остановится. Обещал наградить меня на этом свете, отпустить вместе с Мариною, моей зазнобою. Никому только ты об этом ни-ни, не сказывай. Давно уж нет в Синбирске того озера. Закопали его и построили на его месте площадь Маришку. А теперь уж и площади нет, а пробился на ее месте ключ, который в народе так и зовут Маришкин родник. Ищу я краски и слова. Но где их отыскать? А между тем она жива передо мной опять. Я вижу искры черных глаз, волос ее каштан, Как отрываемый листок, ничем не сжатый стан. Но где сравнение найду? И в силах ли поэт изобразить ее чела, задетый солнцем цвет? Нет, нет, поэтическая речь бессильна и бледна, И только в памяти моей встает живой она. Любимая Варенька покидает его на седьмом году счастливой семейной жизни. Еще один сокрушительный удар судьбы. Дмитрий Николаевич безутешен. Он остается один с тремя малолетними детьми. Добрая тетушка Юлия Ивановна принимает их под свое крыло в Синбирске, А поэт едет в Петербург, чтобы литературным трудом обеспечивать семью. В Петербурге Садовников напряженно трудится, Готовит к печати новые произведения, Обрабатывает летние записи, общается с писателями. Очерки о Тургеневе, о Достоевском, о Некрасове, Об Алексее Толстом и других – Еще одна грань его таланта, которую он в полную силу реализует, Прикоснувшись к памяти любимого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В отрадный час желанного рождения Все, что в наследство передал апрель, Последний дар весеннего цветенья Весна тебе кидала в колыбель. Май отцветал, идя навстречу лето, И думал он, переходя ко сну, Я встретил день рождения поэта, Он воскресит увядшую весну. Ты оправдал святые ожидания, Заслышав песни первые твои, В отжившем сердце ожили желанья, В немом лесу запели соловьи. И в честь тебя, поэта-чародея, Певца святой любви и красоты, Весна, как встарь, Кидает, не жалея, К твоим ногам Душистые цветы. Эти стихи, написанные в 1880 году К открытию памятника Пушкину в Москве, Положили начало вдохновенному труду. В том же году по инициативе Садовникова В столице открывается Пушкинский кружок. Разбирая архив Николая Языкова, Дмитрий Николаевич находит там Переписку Языкова и Пушкина. На основе архивных материалов Он готовит к публикации две книги Письма Пушкина к Языкову И отзывы современников о Пушкине. Впереди жизнь, Полная новых ярких открытий. 1883 год. Известие из Боткинской больницы О скоропостижной смерти поэта Прозвучало, как гром среди ясного неба. Оборвалась песня на полслове, До конца та песня недопета. Дмитрию Садовникову было 36 лет. Спустя годы Его первый биограф, Симбирский поэт Аполлон Каримский Напишет. Вся поэзия его пронизана Умиротворенной любовью к истине, Добру и красоте. На его литературном знамени Только им можно начертать один девиз Прекрасное. ПЕСНЯ 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 Лучшие из стихов Садовникова навеяны народными преданиями о Степане Разине. Вслед за Пушкиным он избирает его своим любимым героем и наделяет богатырскими пылинными чертами. Певцом Стеньки Разина назовут поэта-современники. Им был задуман цикл из 12 песен-легенд, посвященной народному герою-атаману. Баллада из-за острова Настрежень увидела свет в 1883 году. Под названием «Жертва Волги» она была напечатана в казанском журнале «Волжский вестник» и вскоре ушла в народ. В 1902 году в Москве ее впервые исполнил поэт Барт Степанский Талец, аккомпанируя себе на гуслях. «Разин, до такой степени жив в народной памяти, и удальство его из таких блестящих, что народ думает о нем, как о живом, не в силах помириться с мыслью, что такой богатырь мог умереть», – писал Садовников. Народным преданием о Степане Разине не с числа слагались они на протяжении двух столетий. «Мимо сада городского, мимо рубленых мором, Каждый вечер ходит стенька, переряженный купцом, Зазлопила уголова, Отлучила ото зло, Раскрасавица полета, Чужая лучшая жена». Муж сидит в ряду в гостином, За буфетом счет ведет, А жена одна скучает, На ноги к оружию облетет. Стенька ходит, речь заводит, Не скупится на славу. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Музыка ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Музыка 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 Эта история, рассказанная в песне, также связана со знаменитым персидским походом Степана. Случилась она в Астрахани, где он остановился по возвращении из Персии на Дон. Дмитрий Садовников, взяв за основу старинное предание, написал стихотворение «Зазноба», которое также включил в цикл «Разинских песен». Народной песней оно стало в начале XX века. Дмитрия Садовникова на прекрасные стихи вдохновила «Волга». Поэт признавался, «Волга была моей первой любовью, первое представление о прекрасном неразрывно связано с ней». Тебе несу стихи, река моя родная, они навеяны и созданы тобой. Мелькали предо мной, окраскую сверкая, как рыбки вольные сверкают чешуей. Простор песков твоих, лесов живые краски, разливы вешние ликующей воды и темных жигулей, предания и сказки, на них оставили заметные следы. Я вырос близ тебя, среди твоей природы, на берегах твоих я речь свою ковал, в затишье вечеров и в шуме непогоды, когда сердитая ты разгоняла вал. И я не позабыл, живя с тобой в разлуке, разбега мощного твоей живой волны. И вот несу тебе мятежных песен звуки, ты навевала их, тобой они полны. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok